Екатерина Олькина работами в кино заявила себе как яркая и разноплановая актриса. Ее фильмография постоянно пополняется новыми проектами, в которых ими артистки чаще всего появляются в числе исполнительницей ролей первого плана знаменитость. Не собирается останавливаться достигнута, постоянно занимается оттачиванием профессиональных навык, что позволяет расширять границы амплуа. Олькина дебютировала на экране в 2006, однако в течение нескольких последующих лет артистку снимали лишь в эпизодах. В 2009 Екатерину пригласили в мелодраму «Течет река Волга». Актриса признавалась в интервью, что поначалу испытала страх, ведь впервые играла главную роль. К тому же партнером по съемкам оказалась звезда свату Николай Добрынин. Вкус популярности молодая актриса ощутила в 2012-м. После премьеры криминальной саги «Однажды в Ростове» Олькиной достался образ Нины Политаевой. В 2014-м состоялась премьера мелодрам «Поворот наоборот», которой Екатерина блистала в дуэте с Николаем Басковым. В том же году зрители увидели сериал «Пока станица спит», где Олькина играла Заряна и Марченко и Дарьи Егоровой. После декрета актриса благополучно вернулась на экран, получив главную роль в сериале «Гадалка». Вместе с Олькиной в сериале сыграл Михаил Пореченков, также актриса. Снялась в таких картинах, как «Зеленый фургон. Совсем другая история», «Свои чужие родные», «Технарь», «Хрустальный», «Бурная болезнь», а и многих других. С будущим мужем Екатерина познакомилась на кинофестивале Иван Замытаев. Коллега Екатерины, старшин два года перед походом в Закспар, длительное время встречалась, отпраздновав скромную свадьбу. Молодые жены уехали в путешествие. В ноябре 2015-го у супругов родился первенец, которому дали имя Дмитрий. Мальчик появился на свет день рождения самой актрисы, причем ее 30-летний юбилей. Одноколичная жизнь с Иваном Замытаевым у Екатерины не сложилась. Практически сразу после рождения ребенка пара рассталась. Причиной, по словам знаменитости, послужила нечестность избранника. Оказалось, что до свадьбы с ней тот уже был женат. Успел стать отцом исполнительницы, предпочла прервать отношения, но сохранила дружбу секс с супругом. Как утверждает Олькина, с сыном у нее особая связь. Артистка трепетно относилась к здоровью малыша, поэтому до полутора лет кормила его грудню. Не помешала даже работа. А весной 2020-го поклонники узнали, что у исполнительницы родился второй сын Мирон, кто стал отцом ребенка. Екатерина оставила в тайне. У Олькина есть аккаунт в Инстаграме, где размещено множество фото со съемочных площадок фильм, в которых играла актриса. После рождения дети и исполнительница легко вернулась к прежней физической форме. Ее фигура и сейчас остается безупречной. Сейчас актриса продолжает сниматься в кино и сериалах. А вам нравится эта артистка? Пишите свои мысли в комментариях.